Я фанат тайм-трекеров как таковых. Не ратую конкретно за тоггл, но посмотрите, например, на эту интеграцию. Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Вообще Google календарь проникает везде и если настроить интеграции со всеми приложениями, которыми вы пользуетесь, это сильно упростит вам жизнь. Посмотрим сегодня, что можно сделать в тоггл. В тоггл на самом видном месте есть закладка settings. Весьма полезная закладка, там много всего, но в совершенно неприметном месте есть еще одна закладка про настройки. Profile settings. Тоже полезная, хотя и не такая обширная. И вот тут уже есть возможность законнектить тоггл и гугл календарь. Еще есть интеграция с Outlook, но только на платном тарифе. Вообще странно, мне казалось Outlook куда менее популярен, чем Google и если уж попытаться извлечь прибыль, то логично это делать на интеграции с последним. Но может быть я чего-то не понимаю. Выбираем аккаунт и разрешаем просмотр всех доступных календарей. Все. Законнектили. Тут можно выбрать какие календари в вашем аккаунте синхронизируются. По работе с гугл календарем у меня есть скринкаст, ссылка в описании. Там же я призываю гугл календарем активно пользоваться и повторяю свой призыв здесь. Что мы имеем? Мы имеем дублирование информации из гугл календаря, в тоггл. Давайте создадим какое-нибудь мероприятие. Чуть подлиннее и вернемся в тоггл. В таймере ничего не появилось. Логично, поскольку сейчас тут стоит представление листа. То есть все завершенные треки, а нам нужно посмотреть в режиме викли, то есть на неделю. И тут у нас появилась, во-первых, еще одна графа в календаре, а во-вторых, на следующей неделе появилось одно ожидаемое мероприятие. Спасение мира. С ним нельзя ничего сделать, ни подвинуть, ни удлинить, но зато его можно запустить, то есть включить таймер. Опять же, независимо от того, совпадает ли текущее время, со временем мероприятия трек появится в ленте тоггл. Я думаю, не стоит объяснять полезность этой интеграции. Вам фактически не надо покидать тоггл, чтобы отслеживать список дел на день и контролировать свое время. Конечно, было бы отлично, и я думаю, со временем они это сделают, если бы в тоггл также можно было бы создавать и редактировать мероприятие. Сейчас для управления нужно возвращаться в Google календарь. Ну и того, что уже есть, достаточно для более продуктивной работы. Вот так события из календаря выглядят рядом с треками из тоггл. Еще раз напомню, что они не попадают автоматически в трекер. Для их учета нужно запускать таймер. В отличие от событий, которые вы создаете непосредственно здесь, в тоггл. Вот такая интеграция и это, заметьте, лишь одна из бесконечных возможностей Google календаря, ну и заграничных возможностей тоггл. Вообще один добрый человек посоветовал мне в комментариях альтернативу тоггл под названием Clockify. Я, вероятно, о нем обязательно расскажу в ближайших видео и есть там ряд плюсов. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok